ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм, благословенное имя Господа. Меня зовут Равин Шнайдер, а это моя прекрасная жена Синтия Марджери. Сегодня мы поговорим о 102-м салме. В этом салме мне нравится то, что Давид постоянно принимал решение благодарить Бога. Дорогая, ответь мне на такой вопрос. Как ты думаешь, люди, которые уже на небе, будут когда-то изгнаны оттуда? Нет. Нет, потому что на небе невозможно грешить. А те, кто в аду, смогут стать достаточно хорошими, чтобы выбраться оттуда и попасть на небо? Нет, слишком поздно. Верно, слишком поздно. Но здесь у нас есть выбор. Торо говорит, что пока мы на этой земле, Господь предложил нам жизнь и смерть и сказал, «Выбирайте жизнь, чтобы вы могли жить». Благословение. Что ты думаешь об этой концепции ответственности за свой выбор? Дух Святой показал мне, что иногда в моих внутренних разговорах мне нужно остановиться и сказать, «Я выбираю жизнь». Я выбираю жизнь. Иногда возникают такие негативные, депрессивные, смертельные мысли не только о себе, но и о других. Я связываю их, я выбираю жизнь, и я соглашаюсь только с жизнью. Правильно делаешь, дорогая. Я так благодарен Богу за тебя. Пусть Бог благословит вас. Я молюсь о том, чтобы этот выпуск принес мир в ваше сердце. В 102-м псалме Давид славит Бога и описывает Его как сострадательного Бога. Он сказал, что Господь сострадает нам. Если вы смотрели нас на прошлой неделе, то мы начали развивать эту мысль. Сейчас вы смотрите второй сезон и второй выпуск серии «102-й псалом». Это невероятный псалом, потому что он дает нам возможность взглянуть на нашу жизнь через призму и привести нашу жизнь в согласие с Богом, проявляя благодарность и благодарение за жизнь, которую мы получили. 102-й псалом начинается с того, что Давид благодарит Бога за то, что он жив. Он говорит, я буду благословлять тебя всей душой и всей внутренностью моей, «Потому что я осознаю, что моя жизнь — это подарок от тебя». Затем Давид начинает перечислять все блага нашего Небесного Отца, которые есть в его жизни. И сегодня мы напоминаем себе о всех благах Божьих, которые есть у нас. Делать это очень важно, потому что то, на чем мы фокусируемся, определяет, какими мы становимся. Как человек думает, такой он и есть. И поскольку в нашей жизни много трудностей, нам просто отвлечься и наполниться негативом от стресса, проблем и жизненных трудностей. И в таком состоянии мы можем попасть под действие сил тьмы, и вместо жизни в хвале и благодарении мы будем полны горечи, негатива и разочарования. Все эти проявления тьмы отделяют нас от жизни в Боге и не дают нам переживать радость и удовлетворение. Псалом 102 — это инструкция для жизни. И если мы будем исполнять предписания этого псалма, то наша жизнь будет богатой, полной и радостной. Мы не будем повторять то, что мы уже разобрали, потому что это довольно много. Я рекомендую вам пересмотреть все выпуски на эту тему из первого и второго сезонов. В прошлый раз мы остановились на восьмом стихе, где Давид говорит «Господь». В оригинале стоят четыре буквы, обозначающие имя Бога. Ют, Хэй, Вав, Хэй. Это имя указывает на то, что Бог — тот, кто есть, кто был и кто придет. Он существующий. Он существовал всегда. Он вне времени, хотя и существует во времени. Он не находится в каком-то месте, хотя его присутствие ощущается везде. Он — реальность. И все, что существует вокруг, было создано от Него. И тот, кто создал все и существовал до того, является сострадательным Богом. Это так замечательно. Это просто поразительно. Вечный Бог сострадателен. Как я уже говорил, слово «сострадательный» встречается также в книге «Исход» 34 главе. Там, где Моисей, встречается с Богом лицом к лицу. Моисей стоял в расщелине скалы и взывал Господа. Хошем пришел и открылся Моисею. Моисей получил откровение и просветление. И когда Господь наполнил Моисея светом откровения, Господь проговорил к духу Моисея, чтобы Моисей понял, что он — Бог. Затем Господь сказал Моисею, «Я — Рахум», «Я — сострадательный». Это было первое, что Бог открыл Моисею о себе. «Он — сострадательный». Нам важно понимать это, потому что зачастую мы не понимаем всю глубину Божьего сострадания. Мы сталкиваемся со столькими трудностями, что нам очень легко забыть о том, что Богу есть до нас дело, что Он с нами, и что Он сострадательный. Послушайте, что Давид говорит здесь о его сострадании. И это 13 стих. «Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть, то есть прах и пыль». Мы продолжим. Буквально через минуту, но давайте еще поговорим о сострадании Господа. У нас есть вызов, с которым мы пытаемся разобраться. Мы пытаемся понять своим умом, как так вышло, что Бог сострадательный, но иногда кажется, что Он ведет нас теми путями, на которых много боли, хотя Он может и избавить нас от боли. Иными словами, если Бог сострадательный, то почему Он не уберет боль, трудности и испытания в нашей жизни? Я начал объяснять это на прошлой неделе, и я хотел бы вернуться к этому еще раз. Без трудностей мы не растем. Ваши трудности — это стартовая площадка, на которой вы развиваетесь. Вот как все просто. Даже победа над грехом — это дар вам, потому что через победу над своей греховной природой, ну а вообще внутри каждого из нас есть эта греховная природа. Помните, Павел писал, «Я понимаю, что во мне живет зло, и когда я хочу сделать что-то хорошее, внутри каждого из нас есть Божий Дух и отпечаток Бога. Поэтому мы желаем поступать хорошо, но также внутри нас есть и элементы зла». Павел писал, «В моей плоти нет ничего хорошего, и перед нами стоит вызов — побеждать злые наклонности с помощью любви и посвящения Богу и Духа Иисуса в нас». Так получается, что ваша греховная природа — это дар вам, дар от самого Бога. Благодаря этой греховной природе вы имеете возможность от Бога побеждать в себе греховные наклонности через Дух Иисуса. Я скажу это еще раз. «Ваши испытания, трудности и греховная природа являются подарком от Хошема». Хошем — это имя Господа. Когда я говорю «Бару Хошем», это означает «благословенно имя нашего Господа». Это подарок вам от Небесного Отца. Так вы имеете возможность преодолевать все эти вещи, и только преодолевая их, вы становитесь тем, кем Бог призвал вас быть. Если бы все было легко и просто, то вы не смогли бы стать зрелым человеком, вы не смогли бы на полную реализоваться в том, кем Бог желает вас видеть. Приведу вам пример. Иисус сказал, «Любите не только своих друзей, но и ваших врагов». Если вы любите только друзей, то я призвал вас не к такой любви. Даже грешники любят своих друзей. Я же призываю вас любить своих врагов. Но, чтобы любить наших врагов, мы должны победить внутри себя желание ненавидеть наших врагов. А вот это труд. Мы должны поработать над склонностью ненавидеть наших врагов и не просто быть к ним равнодушными, а полюбить их так же, как их любит Иисус. Когда Иисус висел на кресте, Он сказал о Своих карателях, «Отец мой Небесный, прости их, потому что они не знают, что делают». Он любил своих врагов, и Он призывает и нас на этот высочайший уровень любви. Что мы здесь делаем? Мы достигаем людей, отделенных от Бога, и приносим им свет Мессии Иисуса. Мы поместили здесь билборд с надписью whoami.com и задаем людям три вопроса. Кто я? Зачем я здесь? И есть ли что-то большее? Кто я? Я... Это музыка? Я обожаю музыку. Я все еще пытаюсь понять, кто я, поэтому не могу ответить на этот вопрос на 100%, но знаю, что я здесь не просто так. Думаю, всех интересует, для чего они существуют. Это метание души, наверное. Я думаю, что мы здесь только лишь благодаря эволюции. Насколько актуален для вас Иисус? Вы верите, что Иисус – это Бог? Хочу спросить вас, вы когда-нибудь обращались к Иисусу, чтобы полностью посвятить себя Ему, свою жизнь? Нет, честно говоря, нет. А вы готовы сделать это прямо сейчас, вот сегодня? Да. Отец, я готов. Отец. К новой жизни. Иисус, спасибо за прощение. Моих грехов. Я хочу жить лишь только для тебя. Аминь. Я люблю вас, брат мой. Я тоже вас люблю. Мы снова в студии и продолжаем говорить о сострадании. Мы пытаемся понять, как так, что Бог сострадательный, но у нас есть проблемы и трудности. А еще нам приходится побеждать нашу греховную природу. Почему Бог просто не уберет ее? А вообще, зачем Бог изначально позволил Адаму и Еве согрешить? Если он такой сострадательный, он не мог это остановить? Разве он не мог предотвратить грехопадение, чтобы у нас сегодня не было всех этих трудностей? Разве все проблемы в мире не из-за грехопадения Адама и Евы? Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал Адаму, что теперь он будет трудиться в поте лица. Помнится? А Еве он сказал, что теперь она будет рожать в муках. Иными словами, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, пришли в мир из-за грехопадения. Если Бог такой заботливый, то почему он не сделал что-то? Почему он не предотвратил падение Адама и Евы? Если он знал, что так произойдет, то почему он не выбрал другой курс, когда творил все вокруг? Почему он не создал мир, в котором Адам и Ева не согрешили? Я пытаюсь сказать, что трудности нам нужны. Нам нужны тяжелые и болезненные моменты в жизни. Нам даже нужно научиться побеждать грех в своей жизни. И все это — часть Божьего плана. Потому что преодолевая трудности, мы становимся теми, кем Бог желает нас видеть. А если мы никогда ничего не преодолевали, то мы не можем стать теми, кем Бог призывал нас быть. Хорошее должно быть выбрано, а не просто навязано или дано нам, безо всяких усилий. Иначе это не настоящее добро. Бог сказал, «Я предложил вам жизни и смерть». Выбирайте жизнь, чтобы вы жили... Если бы любовь не нужно было выбирать, и она давалась бы нам автоматически, если бы нам не нужно было выбирать любовь, тогда это не была бы настоящая любовь. Любовь — это выбор. Итак, Бог поместил нас в этот мир. Нам нужно преодолевать трудности, выбирать Его, выбирать добро, выбирать любовь. И делая это, мы становимся всем, кем Он призывал нас быть. Тьма была необходима. Поэтому не путайте тот факт, что в вашей жизни есть боль, трудности и греховные наклонности, которые нужно побеждать с тем, что Бог не любит вас, и Ему нет до вас дела, и Он не сострадателен. На самом деле, эти трудности являются стартовой площадкой для нашего роста и жизни в победе. В Откровении 2 и 3 главах Иешуа 7 раз говорит, «Побеждающему дам унаследовать». То есть, побеждающий что-то унаследует. А значит, что все эти трудности — это Божий дар вам, дабы вы могли сами выбрать его, выбрать добро и одержать победу, став тем, кем Он для вас запланировал. А кем Он призвал нас быть? Его партнерами в любви. И Он создал нас, чтобы отдать нам свою любовь, а также, чтобы мы получали наслаждение, когда выбираем любить Его в ответ. Библия говорит, что очи Господа осматривают всю землю. Это литературный прием. Конечно же, Бог видит всех и вся, но так Он пытается донести до нас свою мысль. Его глаза осматривают всю землю в поисках того, кто будет полностью посвящен Ему, чтобы Он мог сильно проявить себя в их жизни. Он ищет тех, кто будет Его любить. Если мы хотим угодить Богу, то мы должны в первую очередь верить, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. Он ожидает от нас ответной реакции. Если бы это происходило автоматически, и нам не нужно было бы ничего выбирать, то не было бы никакой реакции, не было бы никакой настоящей любви. Мы были бы бездумными роботами. Таким образом, я пытаюсь донести до вас, что Бог сострадательный. Он любит вас. Он ближе к вам, чем следующий удар вашего сердца. Проблема не в том, что Он далеко. Он настолько близко, что мы боимся Его подпускать. Мы боимся подпустить Его ближе, потому что чувствуем свою уязвимость. Мы боимся изменений того, чем это выльется для нас. Бог рядом. Он только и ожидает, когда мы откроем Ему наши сердца. Он даст нам всю необходимую силу, чтобы побеждать все и войти в Его полноту. Не видел того глаз и не слышал от того уха, что Хошем приготовил для любящих Его. Мы можем побеждать все, потому что внутри нас Мессия Иисус, который укрепляет нас. Бог сострадательный. Хотя жизнь может быть болезненной, мы в Его утробе. Мы объекты Его сострадания. Его рахума. И как материнской утробе, в Нем мы в безопасности. Он никогда не допустит, чтобы мы проходили испытания, которые выше наших сил. Он никогда не оставит нас в ситуации, с которой мы не сможем справиться. Бог с нами, поэтому укрепляйтесь в Его силе и могуществе. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Поймите, Бог знает, что вы пыль. Он знает, что я пыль. Мы настолько хрупкие, что просто подует ветер, и, как там сказано, дни человека, как трава, как цвет полевой, так вот Он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. Без Бога мы с вами такие хрупкие в этом мире. Господь видит и знает это, и Он просит нас с вами полностью открыться Ему. Но не потому, что Он где-то далеко. Он близко. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Он так близко. Он прямо у нас перед лицом. Писание говорит, что Он не на небесах, и нам не нужно отправляться на небо, чтобы найти Его. И Он не на дне моря, и нам не нужно опускаться на дно моря, чтобы найти Его. Он в нашем сердце, и нам нужно открыться Ему, как цветок, который открывается солнцем. нам нужно открыть свою жизнь Богу и общаться с Ним весь день. Говорите с Богом весь день. Рассказывайте Ему обо всем, и чем больше мы открываемся Ему, тем больше Он может войти. Но Он не может входить в те места, которые не открыты для Него. Помните, Иисус сказал, что Он стоит у двери и стучит, и если мы откроем дверь, то Он войдет. Иисус не сказал, что Он собирается выбить дверь, чтобы войти. Он стучится и ждет, когда мы откроем Ему. И это касается не только момента спасения, когда мы принимаем Иешуа. Речь идет также и о постоянном открытии Ему нашей души. Иисус входит только туда, куда мы Его впускаем. Поэтому очень важно проводить время наедине с Богом, чтобы вы открывали для себя не только Бога, но и собственную душу. Иногда мы сами не знаем, что происходит в нашей душе, потому что мы очень заняты и постоянно отвлекаемся на какие-то внешние факторы, будь то работа или отношения или какая-то зависимость. Мы настолько зациклены на внешнем, что не знаем, что у нас внутри. Многие люди обращаются к психологам, потому что не знают, что происходит у них внутри. Но, когда мы проводим время наедине с Богом, мы вынуждены сталкиваться с тем, что у нас внутри. Это может быть болезненно, но, когда мы начинаем говорить с Богом о том, что с нами происходит, когда мы позволяем себе рассказать о своей боли или страхе, или почувствовать свою печаль и разочарование, когда мы начинаем открывать все это перед Богом и приглашаем Его войти, Он входит и наполняет собой эти места. Тогда вы начинаете подниматься. Дух Святой начинает наполнять вашу душу и ваш дух обогащается. В такие моменты вы учитесь жить в Его силе и ходить в Его полноте. Делая так, мы будем все больше походить на Давид, на Лех, на Царя Давида. Из 102-го псалма, там он сказал, «Я благословлю Господа всем, что есть внутри меня». Он знал Бога. Знать Бога это цель вашей жизни. Так давайте посвятим себя Ему. Давайте убирать из своей жизни то, что может увести нас от Него. И давайте посвятим себя тому, что сделает наше отношение с Ним еще глубже. С вами, как и всегда, был Равин Шнайдер. Я заявляю, что эти слова истинны и непреложны. Надеюсь, что вы начнете практиковать их в своей жизни. Давайте вместе возрастать в нашем хождении с Богом и все глубже и еще глубже окунаться в богатство Его любви. Расскажите о нас своим друзьям. До встречи на следующей неделе. А до тех пор я люблю вас. Шалом и Барухашем. Благословенно имя Господне. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры 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 да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующем выпуске вы узнаете, что Псалом 102 говорит о том, как нужно изменить свою жизнь, чтобы увидеть в ней славу Божию. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Когда ракета взлетает с Земли, ей нужно пробиться через гравитационное поле, чтобы достичь невесомости. Точно так же возлюбленные есть вещи, которые мы с вами должны сделать, чтобы обрести свободу Вышива. Иисус сказал, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Чтобы потерять свою жизнь, жить в жертвенности, давать, мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма. Возлюбленные, я хочу, чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах. Вам может казаться, что я просто прошу денег, но я делюсь с вами истиной. Я скажу так, все мы должны давать и чтить Господа своими финансами. Если это служение было благословением для вас, то сделайте жертвенный дар Господу через программу «Узнавая еврейского Иисуса». Спасибо. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.